Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Сегодня мы поговорим на тему «Кто этот человек?». Евангелие от Марка, 4 глава, 41 стих. Здесь говорится об учениках. А вот где впервые возникает этот вопрос. Но они были очень напуганы и говорили друг другу. Кто же это? Если даже ветер и воды послушны Ему. На самом деле, они были в изумлении и в благоговении. Они уже слышали, что Иисус делает чудеса. Наверное, даже видели, как Он превратил воду в вину. Они уже знали о Его исцеляющей силе. Они знали, что Он может изгонять бесов. Они знали, что Он какой-то особенный, но в тот момент... У вас были такие моменты в жизни, когда вы, зная Бога много лет, были в изумлении от Его величия? Кто этот человек, что даже ветер и волны повинуются Ему? Апостол Павел задавал очень похожий вопрос. Кто ты, Господи? Он был на пути в Дамаск. Шел туда, чтобы убивать христиан. Именно он стоял рядом, когда Стефана забивали камнями. И одобрял происходящее. Он шел в Дамаск, чтобы положить конец христианству. Из-за религиозной ревности и праведного негодования на представителей так называемого пути, он считал их врагами Божьего плана. Вы понимаете, что можно быть искренним, но при этом искренне ошибаться? Павел упал на землю, и Иисус явился ему и сказал, «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» А Савл ответил, «Кто ты, Господи?» А ученики спрашивали, «Кто это человек, что луна, ветер и волны повинуются ему?» Павел, который написал две трети Нового Завета, столкнулся с Иисусом и спросил, «Кто ты, Господи?» И Иисус продолжает бросать вызов и удивлять человечество. Его жизнь и его видение о жизни тоже продолжают делать это. Посмотрите, это происходит сегодня в мире. Только посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Мы сталкиваемся с моральными дилеммами, а учение Иисуса бросает вызов нашей культуре. Аминь. Он повлиял на искусство, науку, правительство, медицину, образование. Его присутствие неизбежно. Он самая известная личность в истории. Кто-то может сказать аминь на это. Короткая жизнь Иисуса каким-то образом стала разделительной чертой в истории человечества. Сегодня на дворе 2019 год. Многие люди насмехаются над календарем и пытаются создать новые точки отсчета времени. Многие люди пытаются сделать это и пытались в свое время. Многие люди пытались назначить новую точку отсчета времени. Но мы по сей день считаем, что сегодня 2019 год. Иисус не требовал этого, но история признает факт важности Иисуса и продолжает вести свой календарь, с рождения того, кто никогда не требовал этого. Ну же, как вам такое? Он тот, кто никогда не уйдет. Иисус никогда не женился, но при этом учил нас относиться к женщинам с уважением и достоинством, проявлять к ним любовь и почтение. Он научил нас стремиться к свободе. Я думаю, что именно Иисус вдохновил на борьбу с рабством в Соединенных Штатах Америки. Почитайте историю и посмотрите на людей, которые принесли эти перемены. Иисус продолжает влиять и вдохновлять и сегодня. Аминь. Иисус не написал ни одной книги, у Него не было кабинета, Он не возглавлял армию, Он был по другую сторону закона в начале своей жизни. И Он был по другую сторону закона в конце своей жизни. Иисус учил тому, что люди важны. Он учил, что мы должны быть добрыми, рассудительными и сострадательными. Он учил нас, что страждущие люди важны. Учение Иисуса показывает нам, что человек важен. Каждый важен. Важен и богатый, и бедный, и мужчина, и женщина, и еврей, и грек. Люди важны. Кто-нибудь скажите на это громкое «Аминь». Итак, давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Тут Иисус наставляет и скажет им, «Царь, истинно говорю, когда делали вы что-то для одного из униженных братьев моих, вы делали это для меня». Он учил нас состраданию и доброте. Мне нравится читать об Ироде. Я считаю, что Ирот Великий был одной из самых влиятельных личностей в мировой истории. Его идеи в правительстве и архитектуре были беспрецедентными. Даже Понтий Пилат, который был его современником, спрашивал у него, «Что мне делать с этим Христом?» Послушайте, что он сказал народу. В его власти был ворово, убийца, который убил кого-то из близких тех людей, что были в толпе. И тогда Пилат задал вопрос, «Что мне делать? Кого из этих двух вы хотите, чтобы я отпустил?» Они ответили, «Ворово». «А что мне делать с человеком, которого называют Иисус Мессия?» И все ответили, «Распни его». За что? Какое преступление он совершил? Но они кричали все громче, «Распни его». Можно я расскажу вам, кто этот человек по имени Иисус? Мир все еще не знает, как принять всю силу и величие того, кто он на самом деле. Вы просто посмотрите на современные СМИ. Они готовы распинать учение Иисуса и выбирать убийцу вместо Спасителя. Кто-нибудь скажет на это «Аминь»? Мир все еще хочет распять его учение. Один из вопросов — это аборты. Еще один — это половая принадлежность. Это современные темы, обсуждаемые в сегодняшнем мире. Нам ближе убийца, чем Спаситель. Люди не знают, что им делать с Иисусом. Подумайте о солдате у креста, вернее, у гроба. Иисус умер и три дня провел в гробу. Затем произошло воскресение. В Евангелии от Матфея, 27 главе, говорится о разных людях, которые встречали Иисуса. Петр, скажи, за кого люди почитают меня? И Петр ответил, «Ты Христос». Одни говорят, что ты Иоанн Креститель. Кто-то говорит, что ты Илья. Другие говорят, что ты Иеремия. Или один из пророков. Иисус говорит, «А как насчет тебя?» «Ты кем считаешь меня?» Подумайте об этом. Севл говорит, «Кто ты, Господи?» Ученики изумляются. А когда вы в последний раз по-новому смотрели на силу и величие Иисуса в вашей жизни, где бы вы ни были, прославьте Господа. А когда вы сталкиваетесь с неизбежным и необратимым доказательством воскресения, посмотрите, что сказано. «Воскресло множество усопших святых и, выйдя из гробниц своих, после воскресения его, они пришли в святой город и явились множество людей. Когда сила воскресения сошла на тело Иисуса, она подняла и других святых, и они ходили по городу. Это неоспоримые и необратимые доказательства. Центурион и те, кто вместе с ним сторожил Иисуса, привидя землетрясения и всех других происшествий, очень перепугались и говорили, «Воистину, это был Сын Божий». Кто это? Кто Он и Иисус для вас? Когда вы в последний раз изумлялись и удивлялись тому, кто такой Иисус, культура очень сильно влияет на нас. На нас также сильно влияет мир и его ценности. Но и если мы не будем осторожны, то можем утратить осознание того, кто такой Иисус. В Евангелии от Матфея, 2 главе, в одном из моих любимых отрывков Писания, кстати, для многих это очень спорный отрывок. Я даже и не знаю, почему. Некоторые люди пытаются оспорить подлинность Писания. Я имею в виду историю об убийстве невинных детей, когда Ирод услышал о рождении младенца, который станет царем Иудеи. Говорят, что если бы было такое массовое уничтожение детей, то были бы и другие документы, кроме Писания, подтверждающие этот факт. Многие люди ссылаются на труды Иосифа Флавия. Иосиф Флавий очень много писал об Ироде Великом. Если честно, то в древней истории ни о ком не написано так много, как об Ироде Великом. Итак, о нем много написано в истории. Он был выдающимся лидером. Я был в Израиле. Куда бы вы ни пошли, там повсюду Ирод Великий. Разные здания, города, архитектурные сооружения. Все они указывают на Ирода Великого. Он, несомненно, был великим лидером. Он отстроил храм в Иерусалиме. Город Кесария. За 12 лет он построил порт там, где не было воды. Он привел в порядок весь Иерусалим. Он построил ипподром, стадион и семь крепостей по всей земле иудейской. Иосиф Флавий писал, что Ирод был параноиком. Однажды у него возникла идея убить целый стадион израильских лидеров. Люди говорят, что Ирод не делал того, что говорит Писание. Но изучая мировую историю, мы узнаем, что он планировал убить целый стадион еврейских лидеров. Он хотел убить одну тысячу человек и увидеть плач народа. Он знал, что его время приближается к концу. Его образ жизни и болезни, которые он заработал, сказывались на нем. Он понимал, что скоро умрет. А также понимал, что никто не будет по нем плакать. Поэтому он решил убить всех тех лидеров, чтобы народ скорбел, даже если это будет не только из-за него. Ненормальный человек. Верно? И вот в Евангелии от Матфея, второй главе, сказано, что к этому параноику пришли мудрецы и спросили, где этот младенец, который станет царем иудеев. Ирод тоже захотел узнать это. Им он сказал, что ему нужна эта информация, чтобы тоже пойти и поклониться ему. Но правда в том, что он хотел уничтожить того, кто был угрозой для его престола. Мудрецы не вернулись и не рассказали Ироду, где нашли его. Тогда Ирод велел убить каждого мальчика в Вифлееме от рождения до двух лет. А как это было? Вы знаете? Люди проповедуют. И я, когда был моложе, проповедовал, что это была резня. Убиты тысячи младенцев. Но если изучить население Вифлеема того времени, то тогда там не было тысяч новорожденных детей. Многие считают, что в то время, при том населении, их набралось бы не больше двух десятков. Два десятка маленьких мальчиков были убиты в тот день, потому что Ирод Великий посчитал этого младенца угрозой для своего престола. Разве это не любопытно? Но вы только подумайте. Иосиф Лави писал, что у Ирода было десять жен и много сыновей, которые хотели занять его престол. Но он был таким параноиком, что даже убил троих сыновей из-за страха, что они могут убить его. Он убил даже свою любимую жену из-за страха, что она может плести заговор против него. А еще он приказал убить всех мальчиков в Вифлееме в возрасте до двух лет. Поразительно. Подумайте. Возможно, первым мучеником Нового Завета был не Стефан, а эти дети. Кто-то скажет, это был Иисус. А я думаю, что это был не Иисус. Я считаю, что первым мучеником Нового Завета был первый мальчик, убитый в тот день. Аминь. А как этот человек, Иисус, повлиял на жизни учеников? Подумайте о спецназе. Я уважаю все наши военные подразделения. Я испытываю особый восторг по отношению к нашим героям, ВМФ. Они — главная сила в нашем регионе. Надеюсь, вы со мной. Бог дал мне возможность познакомиться с ребятами из спецназа, которые живут и работают неподалеку. Вы никогда не услышите их имена с этой сцены, потому что мы хотим, чтобы они были в безопасности. Я хочу защитить их частную жизнь и право на частную жизнь. Но, чтобы вы знали, они повсюду в нашем городе. Они добрые, но при этом очень крутые. Один из этих парней, которого я очень уважаю, я уважаю его за его службу в спецназе. Его имя — Джесси Вентура. Но многие отзываются о нем не очень лестно, потому что он был на плакатах ВМФ и при этом был борцом во Всемирной Федерации Борьбы. Он сделал себе имя в этой сфере. После этого он сделал себе имя в политике в штате Миннесота, и однажды он сказал слова, которые я считаю крайне оскорбительными. Он сказал, «Христианство — это религия для жалких, слабых и ограниченных людей». Я подумал, «Джесси, ты никогда не встречался с тем Иисусом, которого знаю я. Не говори мне, что христианство — для слабых и жалких людей, а ты — пример мужества». Наша история основана на крови мучеников. И нужно быть настоящим мужчиной или женщиной, чтобы признавать Иисуса в мире, который пытается распять его. Я провел небольшое исследование и хочу рассказать вам о влиянии Иисуса на жизни 12 учеников. А вы знали, что Иуда был избит до полусмерти, а потом обезглавлен в Бейруте? Петр был распят вверх ногами в Риме, Андрей был распят на Х-образном кресте в Греции, Матфей был арестован в Эфиопии, прибит к земле многочисленными копьями и обезглавлен. С Нафанаила живьем содрали кожу и распяли в Армении. Фому проткнули копьем в Индии, Филиппа в Турции крюками зацепили за щиколотки и повесили умирать вверх ногами. Иакова обезглавили в Иерусалиме, Матфея забили камнями и обезглавили также в Иерусалиме. Иоанн умер в глубокой старости. Он единственный, не был замучен до смерти. Другого Иакова сбросили с высокого утеса в Египте, а Симона Зелота распяли в Самаре или зарубили топором Персии. Влияние, которое Иисус оказал на учеников, подвигло их пойти на смерть, провозглашая, кто такой Иисус. Поэтому не говорите мне, что христианство для слабых людей. Нужно быть настоящим мужчиной и настоящей женщиной, чтобы стоять за то, о чем учил Иисус. Вы должны прославлять Господа за это. Демоны точно знали, кто Он. Куда бы Он ни шел, демоны узнавали Его, а религия была слепой. Фарисеи были слепы, они не понимали, что это Мессия. Хотя все в Ветхом Завете указывали именно на это. Все служители Библии. Религия слепа по сей день. Она не знает, кто такой Иисус. Им проще придерживаться традиций и делать так, как делали в прошлом, чем понять важность людей и прислушиваться к учениям Христа. Аминь. Дьявол знает, кто Он. Грешники очень любили Его. Ученики отдавали за Него свою жизнь. История отчитывает время именно от Его рождения. Кто-нибудь прославьте Господа. Он никогда не станет частью политической партии. Ни демократом, ни республиканцем. А если вы читали Его учения, то понимаете, что Он точно не социалист. Его царство и правление не от этого мира. Он царь царей и Господь господствующих. Он может поставить на колени всех правителей. Атеисты признают Его одним своим существованием. Он самое первое пророчество в Библии. Сказано, «Я сделаю женщину и тебя врагами, и ее дети будут врагами твоим детям. Ты ужалишь ее ребенка в ногу, а он разморжит тебе голову». Первое слово пророчества в Библии говорит именно о нем, о нашем Спасителе Иисусе. «От этой женщины, которую ты, дьявол, обманул, появится кто-то, кто однажды разморжит тебе голову и, уничтожая тебя, он поранит себе пятку». Дьявол точно знает, кто он. А мне интересно, кто же Иисус Христос для вас лично? А я расскажу вам, кто этот человек по имени Иисус. Мир все еще не знает, как принять всю силу и величие того, кто он на самом деле. Вы только посмотрите, современные СМИ готовы распинать учения Иисуса и выбирать убийцу вместо Спасителя, как мы смотрели в примере с Варавой. Мир все еще хочет распять его учения. Люди не знают, что им делать с Иисусом. Ученики изумляются. А когда вы в последний раз по-новому смотрели на силу и величие Иисуса в вашей жизни, так кто же для вас Иисус сегодня? Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал Его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог как следует описать то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно. Вы когда-то ходили с Богом в молодости. Бывает всякое. Жизнь — это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною от всего сердца. Скажите эти простые слова Господь Иисус. Я прошу тебя прийти в Мою жизнь. Простите мои грехи. Я принимаю тебя как своего Господа и Спасителя. И молюсь тебе. Аминь и аминь. Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv касая гифт. Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Пусть Бог обильно благословит вас. Бог благословит вас.